Всем привет! Устанавливаем пакеты расширения в формате OXP. Несмотря на то, что сейчас в игре реализован менеджер пакетов расширений, позволяющий удобно ставить, удалять, обновлять пакеты, у каждого опытного пилота всегда найдется некоторое количество пакетов в формате OXP, которые он будет использовать. Итак, как это делается? Рассмотрим на примере установки пакета повара и планет, который нам нужно установить, чтобы посмотреть на красивые главные планеты. Итак, открываем OXP-лист, находим необходимое расширение. Вот оно. Открываем. Вот я уже его предварительно открыл. Вот ссылки на скачивание, то есть базовые. И расширение. Раз, два, первая, вторая, четвертая, пятая галактики. И вторая ссылка на третью, шестую, седьмую и восьмую. Вот они у нас здесь уже предварительно открыты. Ну, это ссылки на Google Диск, возможно ссылки на Box, очень многие из авторов там выкладывают. Ну, а также, может, ссылка сразу на скачивание настроена. Итак, берем все это, скачиваем. Смотрим, что у нас получится. Вот я их скачал. Вот они у нас. Восемь пакетов с текстурами и базовый пакет. Обязательно все архивировано. Нам надо разархивировать. Вот в эту папку я уже заранее разархивировал. Что мы теперь здесь видим? От одного автора у нас пакеты выглядят таким образом. Вот название пакета. Внутри. Опять папка, заканчиваясь на точка OXP. То есть, это уже сам пакет в таком виде. Вот уже внутренние файлы пакета. Для того, чтобы пакет нормально работал, именно в таком вот виде, с окончанием точка OXP, пакет должен быть установлен в папку Addons. Если установить именно в таком виде, пакет работать не будет. Итак, приводим все в нормальный вид. Вот в этой папке я уже это привел. Как видите, все папки заканчиваются на точка OXP. Базовый пакет и остальные восемь пакетов. Текстур для всех секторов галактики. После чего перемещаем все эти пакеты в папку Addons. Как видите, в папке Addons у меня уже установлены папки с окончанием точка OXP по категориям. Как вот в Oxi-листе установлено. То есть, Activist, Ambiance, DoKable и так далее. Вот в папку Ambience мы эти пакеты и установили. Зачем нам нужна вот эта вот иерархия, так называемая? Дело в том, что если просто в эту папку закидывать всевозможные пакеты, то потом будет очень тяжело разбираться. Особенно если начинает какой-нибудь глюк. Мы можем предполагать, что происходит какой-то глюк игры из-за какого-либо пакета из какой-то там категории. Открываем эту папку Addons. Там стоит около сотни, например, пакетов. Глаза разбегаются. Разобраться тяжело сразу. А когда они уже заранее рассортированы по категориям, уже гораздо проще с этим разобраться. Обращаю внимание, кроме основных категорий, которые у нас есть в Oxi-листе, самые нижние у нас папочка The Strangers Это у меня папка для пакетов командора Stranger. Зачем впереди буковка Z? Для того, чтобы этот пакет был последним. Сама папка будет последним. Что у нас происходит при запуске игры? При запуске игры изначально запускаются файлы. Это те пакеты, которые установил менеджер пакетов в формате OXZ. Они запускаются, как в армии. По порядку. По алфавиту. Как мы видим, автор пакета Xenon тоже предусмотрительно добавил буквочку Z, для того, чтобы его пакеты запускались последними. Зачем это нужно? Многие пакеты могут перекрывать друг друга с точки зрения настроек и последние пакеты перекрывают предыдущие пакеты. Поэтому, что происходит еще раз? Запускаются сначала эти пакеты OXZ в алфавитном порядке. После чего запускаются пакеты из папки аддон OXZ тоже в алфавитном порядке. Сначала из этой папки, потом из следующей и так далее. Поэтому пакеты командора спринджера у нас будут запускаться в последнюю очередь. Это сделано для того, чтобы предотвратить возможные конфликты. Еще одно дополнение. После установки или же удаления каких-либо пакетов обязательно необходимо почистить кэш игры. При запуске игры запуске всех пакетов образуется кэш, который нужен для того, чтобы при последующем запуске, если у вас никаких изменений, в смысле пакеты новые не появились или не удалились, было время запуска игры было, скажем так, минимальным. И бывают случаи, когда пилот устанавливает какой-то новый пакет, ждет появления каких-то там действий, но этого не происходит. Почему? Потому что в кэше еще сохраняются данные по предыдущим настройкам. именно поэтому кэш надо удалять. Как это делать? Очень просто. Перезагружаете игру, то есть игру закрываете, нажимаете клавишу shift и держите ее нажатой и запускаете игру. Клавишу shift держите нажатой для тех пор, пока не появится заставка с вращающейся коброй. Вот теперь можно клавишу отпустить, кэш обновлен. Ну, на сегодня все. Продолжение следует...